Поехали! Всем здравия! Всем здравия зрителей и слушателей! Ну что ж, тебя уже представлять смысла нет, поскольку ты уже многократно представлен был у нас и участвовал в различных совместных мероприятиях и телемостах и прочее, прочее, прочее. Поэтому предлагаю тебе сразу брать в руки микрофон, да и переходить к делу. А я осторожненько отхожу в сторонку и буду наблюдать за происходящим. Если что, я рядышком. Пожалуйста. Я понял. Тогда я сразу включу демонстрацию экрана и буду потихоньку показывать. Итак, все, кто смотрел мой канал... Пока не видно экрана. Загружается, да? Вроде демонстрация включена. Интернет слабенький. В Краснодаре наконец-то выпал снег и здесь стихийное бедствие. Первый раз в этом году температура упала ниже нуля и все завалилось снегом. Но надо подгрузиться, потому что с интернетом очень большие перебои в сети. Для Краснодара бедствие снег. Ну хорошо, давай тогда хотя бы как есть начинай презентовать свою тему. Я начинаю, да. А дальше будем разбираться. Все, кто смотрел мой канал, наверное, поняли, что я начинал свою работу в области изучения реальной истории с такой ситуации, вернее, с такого действия, как обобщение всей имеющейся в различных источниках и в интернете, и в книгах информации про наше прошлое. По крайней мере, за последние 300-400 лет. С чего начались мои изыскания? Опять же, с Носовского Фоменко, которого сейчас очень много критикуют. И основными тезисами новой хронологии Носовского Фоменко было то, что они укоротили всю имеющуюся историческую информацию вообще в мире до 500 лет. Ну, кто читал Носовского Фоменко, конечно, это все знают. А то, что ими были выявлены несколько хронологических звигов, вот этих слоеных пластов и пирогов, то есть главный, опять же, их вывод, это отсутствие в реальной истории Древней Греции и Древнего Рима. И фактически они историю Древней Греции и Древнего Рима перенесли в Средние века. Но в своих работах они не учли вот этих катастроф. А информации о катастрофах было настолько много вообще во всех источниках, что не учитывать ее сейчас, то есть Носовский и Фоменко это делали давно, а информацию о катастрофах не учитывать сейчас было бы достаточно глупо. И я решил проделать вторично за ними тот же путь, основываясь на их методологию и фактически на весь их наработанный опыт. И попытался это все уложить в теорию вот этих катастроф, вернее в гипотезу катастроф. В результате у меня получилось такое вот произведение под названием «Гибель Тартарии». Потом я его немного развил и от самих механизмов этих катастроф я перешел к историческим личностям. То есть кто же у нас был. Начал эти личности разгребать одни до потопа, другие после потопа. Но, как вы все знаете, я сторонник теперь двух потопов. Я нашел следы потопа, случившегося на рубеже 17-18 веков и потопа, случившегося в середине 19 века. И у меня эта история разложилась практически на три периода. Первый период это античная история, которая у нас существовала до потопа 17-18 веков, уничтожившая античную цивилизацию. И катастрофа, произошедшая в середине 19 века. И вот с начала 18-го до середины 19-го я назвал цивилизацию межпотопной. А после середины 19 века начала уже жизнь наша современная цивилизация. Все эти цивилизации, что межпотопная проросла на фундаменте погибшей античной, что сегодняшняя наша цивилизация проросла на фундаменте разрушенной межпотопной цивилизации. То есть строилась выжившими представителями вот этих всех погибших миров. Все это у меня, весь этот проект гибель Тартарии и история Великой Тартарии у меня получился достаточно большим. Я его сейчас описываю в виде книги хочу сделать. А со всеми выкладками историческими, этими хронологическими сдвигами, тоже элементы статанализа и астрономии я туда пытаюсь применить. И на канале представлены эти оба проекта. Один восьми частях гибель Тартарии, больше описывающий механизм, скользь касающийся исторических личностей и происходящих в мире событий. А вот проект «История Великой Тартарии» он уже фактически касается в основном исторических личностей и событий в мире. В последствиях на разные категории населения. Ну как в обычной исторической науке получается. Как-то вот так вот. Алексей, не пошла демонстрация? Черный экран висит. То есть ты появился выше, передвинулся для трансляции своего экрана, но сам экран не показывает черный малевич. Ну я тогда перейду. Скорее всего мы не сможем получить демонстрацию у крана из-за погодных условий на юге, неприспособленным к холодам. Буду рассказывать тогда потихонечку так. Тогда включай свое лицо, чтобы тебя видеть. Все, я... А то малевич как-то уже утомил. Прошел, Малевич, есть лицо? Пока нет. Пока ты маленький. Сейчас. Ух ты, а что ж такое? Нет, пока даже не могу тебя расширить. Вот, вроде бы у меня все в норму стало. Ну, значит, с запозданиями. Ну пусть пока прогружается, потому что мы ничего не можем сделать из-за стихийного бедствия. Снег налип на провода. Хорошо, давай, рассказывай. Очень интересно тебя слушать, рассказывай. Значит, я обращусь к тезисам, потому что очень долго рассказывать весь этот объем информации. Ну, начнем его освещать тезисно. Первая часть моего фильма «История Великой Тартарии» называется «Европейский мятеж». Что я конкретно предположил насчет античной цивилизации? То есть античная цивилизация – это та цивилизация, которая строила все вот эти вот мегалитические сооружения, которые мы сейчас знаем, как Исаакиевский собор, как города Пальмира. И очень много вот этих античных остатков статуй и статуй каменных сооружений, построенных в основном из действительно камня. Этот камень может, кстати, оказаться и искусственным в зависимости от регионов, где его применяли. Где-то его выпиливали, где-то его искусственно заливали, все в зависимости от местности. Вот, например, у нас крепость-звезда Петропавловская крепость, она сделана из литого гранита, как полимера бетона. Такая же крепость-звезда Керченская, по всей вероятности, сделана из пиленого песчаника или ракушечника, который добывается в Крыму. То есть материал подбирали разный, но технология строительства была очень похожа. Все это было красиво ажурно одето, отделано. Ну, фактически на всех картинах Миранези мы, и художников-руинистов, мы застали отголосок тех городов, которые были тогда. И что это была за цивилизация. Единственное, что люди немножко, конечно, отличались от нас ростом, формой носа. В основном, конечно же, это наши прямые предки. Это предки тех, кто сегодня называет себя русами. Но эта античная цивилизация была уничтожена. И из-за чего она была все-таки уничтожена? В ней начался глобальный какой-то раскол. Вернее, это все представляло собой глобальную державу, конфедерацию, о которой мы уже много говорили и с Кадыгчанским, и с другими исследователями. Сейчас мы пытаемся установить ее внутреннее устройство. Царю царей, центральной ее области, которая находилась на западе, видимо, Евразии. Многие, конечно, сейчас критикуют название Евразии, но все-таки его лучше применить для понимания всех остальных. То есть от Урала до Дальнего Востока была, видимо, центральная область, в которую входили небольшие земли. Например, типа Мангула, типа Катая, типа того же Лукоморья. Вот я недавно выпустил фильм, где я нашел Тюмень, область между или Тумен, или Тюмень, или Тьма, между Великой Тюменью, похожей нынешним Челябинском, и Ирием, бывшим Асгардом. Ну, Лукоморья многие уже слышали. Это была центральная область, которая, видимо, подчинялась напрямую царю царей. А также входило в состав этой конфедерации еще семь царств. Семь царей подчинялись царю царей. И у каждого из этих царей были определенные земли. Цари эти были назначаемыми. И второе высшее сословие, которое фактически управленцев, Варна вторая, которая была управленцами, выборная из других высших сословий, она фактически управляла, и из нее выбирались как сам царь на том же московском столе, либо на столе, который находился где-то в районе Северной Африки. Пока это тяжело очень сказать. Мы знаем одно, что сохранился лишь один московский стол. Ну, Москва-город сохранился, и ему подчинялись территории от Франции фактически до Египта. Потом он разделился на две части, Южная Русь отделилась от Северной, но это длительный процесс, тяжело рассказывать в ограниченном периоде времени. Поэтому уйдем на дальнейшие тезисы. Второе высшее управленческое сословие было под чьим-то влиянием испорчено, ну, как по-русски сказать, как лучше это сказать. У них была задача просто закрепить за собой власть, чтобы их на следующих выборах практически не сняли, или не переизбрали, не отправили к себе опять в одну из высших варн, в которой они должны заниматься сельским хозяйством, как крестьяне. В принципе, вот эта вот основная варна крестьян, она была основополагающей, из нее выходили представители второго высшего сословия, ну, продвигались, то есть выбирался совет поселения, видимо, потом он мог пойти в совет губернии, как и сейчас, местнические самоуправления, ну, и в оконцовке мог стать царем. Его могли избрать на своей земле, но утверждался он все равно царем царей и получал ярлык великого хана, так называемого. И эти ярлыки до сих пор, кстати, и остались. Так называемые ярлыки на княжение. Это после избрания на месте утверждался руководитель центральной власти. Но началось под чьим-то влиянием, видимо, своих эмоций, либо своих задач, вернее, брожение на западе вот этого вот второго высшего сословия. И началось это на самом западном царстве. Его сейчас очень тяжело представить, но мы его границы представляем таким образом. Это была фактически либо просто Северная Африка, а похоже, что вся Африка в это царство входила. И из Европы в это царство входила Испания, Пиренейский полуостров. Скорее всего, входили все Средиземноморские острова, в том числе и Мальта. И даже есть предположение, что входила часть Италии, видимо, по границе Неаполя. А может быть и выше. Тут с Римом очень тяжело понять. Эти границы пока вычисляются и толком сказать нельзя. Соседями этой земли, так называемой, одного из царств, было вот наше Московское царство, Московский стол, который сам разделился. От южного стола, от московского стола отделился кусок южный. Образовалась еще одна земля. Но она, правда, тоже подчинялась царю царей. Но вот так вот получилось, что земля разделилась на две половины. И ее столица была переместена в Константинополь. Это что касается Москвы. Но вот Париж-Лютеция, он был фактически, земли Франции современной были западной частью вот этого московского стола, разделившегося на две. На два стола. Царьграда, так называемого, который потом находился на Босфории, и самой Москвы. В него входило в это московское царство несколько еще небольших малых царств, там ханств, губернии, как мы знаем, как Астраханская, там и все остальное. Но из оставшейся территории средиземноморского, вот этого африканско-испанского царства, мы его называем западного, мы имеем сейчас оставшуюся только Испанию, и очень много памятников, засыпанных песком архитектурных, которые находятся сейчас под песками Сахары. Пески прилетели сверху и засыпали всю эту цивилизацию, но уже гораздо позже. Так вот, именно вот в этой губернии западной начался разброд. По официальной истории мы улавливаем следы, как всегда торчат уши зайца из этой ситуации. Был такой Карл V Гасбург. Он якобы, по данным официальной истории, правил 1500-й, 1501-й год, как бы начало его появления, и 40-е годы, 50-е, его исчезновение из исторического процесса, 70-е, кажется. В этот момент, вот эта вот отделившаяся от митрополии территория Северной Африки и Испании, мы сейчас знаем, как будто это только Испания отделялась под католическим флагом, захватывая территорию империи Гасбургов. Она пошла как бы из Испании, и потом захватила фактически пол Европы, и до последнего момента Гасбурги оставались в Австрии. Вот Испания, Австрия. То есть этот пошел процесс, восставший, руководимый, восставший против имперских законов митрополии, второго высшего сословия, которое пожелало закрепить свою власть по роду, прямой передачей без выборов, и закрепить, соответственно, финансы. Для этого ими была выбрана идеология католицизма. Мы сейчас ее называем как будто бы христианская, но первично была выбрана вот эта вот католическая именно, это основа была. Они ее взяли из культа. Был светлый человек, который был убит, кстати, на Босфоре, как и описывается, потом был культ народный его, его как бога они почитали, но вот это вот второе высшее сословие, кстати, вот после успокоения при Черноморье, вот этой ситуации, когда казнили, представители второго высшего сословия, кстати, из Южной Руси, убежали как раз в Северную Африку и там устроили эту реакцию. То есть задачей их было создание собственной религии. И они утвердили богом его, креста так называемого, а он был их родственником, династия Камнинов и Ангелов. Сегодня мы знаем как Августы. Они сами его убили, а потом решили на базе его создать религию, где себя причислить к богу, родственные связи определить. И вот под флагом католицизма Карла V, это династия Гасбургов или Священная Римская империя, так называемая, средневековая, пошла воевать с метрополией. Против нее воевали тот же самый Иван Грозный. Он не был никаким царем царей, он был просто государем или царем московского стола, причем выборным. Иван Грозный тоже образ достаточно собирательный. Он реально был, но за тот период его правления его как раз раз в 12 лет и снимали. Носовский с Фоменко нашел, что 4 царя за этот период было. Как раз укладывается ровно в 12 лет. И мы видим, что там и Василий правил, возглавлял этот стол, и, как его называть, Симеон Бегбулатович, и Дмитрий или Иван, и сам Иван Грозный, так называемый. Но, скорее всего, управление было таким, как у короля Артура, стол из 12 тех представителей высшего сословия или высшей варны. И из них на определенный период времени, на 12 лет, выбирался один председатель своей столом. Потому никуда Иван Грозный с царей не девался. Он продолжал быть царем, и потому в истории непонятно, как он был царем, если был Симеон Бегбулатович. Но он также оставался одним из 12 царей. Но тот председательствовал ими. То есть тот же круг, славянский, ведический круг, существовал в органах власти и управления. Так вот, вот эта вот изнанная североафриканская, западная губерния начала пытаться поменять этот уклад жизни. Что они хотели сделать? Они хотели оставить две варны. Варну тех, кто правит, и тех, кто работает. И вот католицизм – это чистая религия, фактически идеология эксплуатации на фоне земли. То есть она сама по себе несет с собой феодальный строй. То есть когда крестьяне работают на помещика, помещика и на… Ну то есть одни работают на других. Без всякого перехода и выбора на более высокую должность тем же помещикам. Алексей, я доступно говорю или… А вот это ты услышишь в вопросах слушателей и зрителей. Кстати, черный экран так и продолжает висеть. Я пока заставку поставил. Ну пусть будет заставка. Я просто ничего не могу с интернетом сделать, что здесь творится со снегом. Хорошо. Ну не отвлекайся на снег. Мы все-таки не снежных баб и снеговиков лепим. Продолжаем тартарию разбирать. Как называлась эта мегадержава, глобальная конфедерация, сейчас сказать действительно трудно. То, что название тартария – это как раз таки название, которое применяли вот эти выходцы с запада в отношении всей митрополии, это сейчас становится понятно. В их источниках она называлась тартария. Как она называлась у нас? Может быть просто Рим наоборот, миром мы себя называли. Может быть это была Асия. Может быть Русьяра. Сказать сейчас очень тяжело, и равновесные эти гипотезы достаточно все. Какой-то приоритет пока отдать очень тяжело. Хотя многие спорят, нет, это Русьяра была, нет, это Асия была. Но пока эти все гипотезы, названия, они равновесные. Название тартария мы имеем из западных источников, из карты, из описаний. Пусть она пока будет тартария. Потом мы с этим все-таки, я думаю, разберемся. В общем, по хронологической шкале, без двигов пока говорим, как по данным официальной истории, война вот этой священной Римской империи под католическим флагом против митрополии, так сказать, за свою свободу от митрополии, началась примерно в первые годы 16 века. То есть 501-й, 501-й, и тогда же оттуда, с испанских берегов, началась так называемая конкиста в этот период времени, когда эта же Священная Римская империя полезла на американский континент захватывать Мексику. Вот здесь вот она на полях сражений встретилась с Иваном Грозным, который, как ближнее царство от царя-царей, начал с ней воевать в Восточной Европе. Они сразу пошли в атаку и очень много территорий заняли. Они сразу заняли и Францию, и Италию, они заняли вот эта Священная Римская империя и дошла фактически до территории Австрии. И там только она встретилась с Иваном Грозным. Мы знаем это как Лимонская война. А на Средиземном море с ними воевал так называемый Сулейман Великолепный. Это якобы турецкий султан, ну и османский султан. Османская империя – это военная хунта Тартарии, митрополии, которая была установлена для успокоения вот этой южно-русской, причерноморской губернии. И в эту войну примерно по настоящей истории, в смысле не настоящей, а официальной истории, был нанесен какой-то удар оружия массового поражения. Причем очень похоже, что стороны им обменялись этим ударом. Случилось это в 70-е годы, еще раз скажу, 16 века. И примерно 20-30 лет эта война, периодически то затухая, то спадая, продолжалась в горячей фазе. Происходил постоянный обмен ядерными ударами или ударами другого оружия, которое оставляло огромные те самые воронки, типа глаза Сахары. Также применялось зажигательное вооружение, типа вот этих сервных шариков. Выгорались целые территории. Но основные удары шли по мятежникам, это по Северной Африке. Испанию, кстати, мало трогали. Видимо, она была не совсем значима. А по территории метрополии в основном все удары проходились по Поволжью и дальше на восток, за Урал. Сейчас это, конечно, сказать тяжело. Мы знаем одно, что центральная, восточная и западная Европа страдали меньше всего. Вот в Москве были, в Москве вернее, то, что подчинялось Ивану Грозному, уничтожены небольшие города и некоторые объекты инфраструктуры, причем с серными шариками. И опять уши в официальной истории этого торчат. Есть описание, как капричники сжигали целые города с населением с целью профилактики продвижения чумы, которая тогда начала свиреститься. Это бактериологическое оружие. И пошла она из Гоби, эта чума. То есть еще применил кто-то бактериологическое оружие фактически по восточным областям, чуть южнее от этого центра мира, прошлых столиц. Где-то с Гоби, а может быть она шла и самой, то есть Тартария, из территории, потому что туда была запущена. Но кто ее запускал, не учел, что она распространится по всему миру. Да, чума была, но города сжигали не для того, чтобы ей препятствовать живыми людьми. То есть, как описывают историки сумасшедших христиан, здесь прям до мозга костей серьезных, и они не могут сжигать живых людей, кроме еретиков. А тут описывается нехристианский процесс, и он не вкладывается в голову. И сколько этих городов было сожжено, там целые названия этих городов, городков и деревень, это тоже не укладывается. Что произошло потом? Пока эта война угасала, нарастала, это все воевала античная цивилизация. Многие города погибли, но при правлении уже на московском столе Бориса Ганунова произошел сам катаклизм. По моей реконструкции упал орбитальный объект. Спутник Земли, видимо, естественный, который был взорван. То есть, скорее всего, удар был нанесен и по нему, и он, теряя свою орбиту, ну, склоняясь, падая к Земле, видимо, какой-то механизм был поломан, он упал, развалившись на куски. Эти куски я много раз показывал, куда они упали, какая была орбита этого спутника. Видимо, я его назвал Леля по ведическим названиям. Может быть, это было и не Леля. Может быть, Леля действительно 11 тысяч лет назад упала. Но здесь мы видим реальные следы от падения орбитального объекта, скорее всего, спутника, имеющего свою орбиту с наклоном 60-70 градусов в плоскости и клиптики. И все эти обломки туда и упали. Что вызвал этот удар? Проворот. Основные позиции этого удара вызвал проворот литосферы вокруг гидросферы, пошла волна с Северного Ледовитого океана через Евразию. Параллельно этому всему действовали тектоническое активное землетрясение, который плюс шла ударная волна. Вот у меня есть спорный фильм, очень многие о нем спорят. Я вечную мерзоту образования связал с ударной волной, с ее областями сжатия и расширения. Что фактически при падении этого объекта пошла, который от первого куска, упавшего в районе Северного полюса, нынешнего, пошла ударная волна, которая сорвала часть атмосферы Земли. Многие этого не понимают, процесса, но тут, я думаю, думать много не надо. Пошла, уже ударная волна содрала атмосферу, а дальше пошли волны цунами, и текли они практически как по Луне, по безвоздушному пространству, и они позамерзали. Жалко, я не могу здесь показать карту вечной мерзлоты, и кто-то ее может сам найдет. Теперь демонстрация просто экрана отсутствует. Вы поймете, какой масштаб этой вечной мерзлоты, и как она концентрическими окружностями ложится как раз таки вокруг относительно этой точки падения от этой части. Вечная мерзлота начинается фактически на севере Евразии, где она шла с глубины 900 метров, то есть сплошной ледник. Это замерзшая вода. Замерзшая, шедшая волна. Потом ее сверху закидала падающими опять же сверху песком и глиной. И теперь там плодородный слой. Из нее как раз таки добывается сегодня газ. Как раз таки с глубин там 300-400-500 метров трубы вставляют, и вот этот метан это продукт гниения всей флоры и фауны, которую эта волна с собой собрала и замерзла. Теперь она растаивает. Но вернемся к Борису Годунову. Почему мы знаем описание Бориса Годунова? Потому что опять вот территория Восточной Европы, Среднерусской равнины менее всего пострадала. Горы Скандинавии как зонтик эту волну разрезали, и она прошла восточнее, примерно по Волге, а западнее она прошла по Франции и Италии. Вот как раз руинисты запечатлели вот этот проход волны по тем областям. А области Центральной Европы, Германии, Австрии, там той же Польши, нас, европейской части, России, они пострадали очень не сильно. Там выжила максимальная часть населения. Просто поднялась вода и смыла плодородный слой. Люди выжили. При Черноморье пострадало сильнее, потому что там был переток с Каспией, там все тоже посметало. Ну, Средиземное море понятно, куда вода попала. И в описании Ивана Бориса Годунова идут очень такие серьезные вещи. Действительно, описывается очень сильный голод, описывается падение зданий, башен скорее всего от этой ударной волны, описывается, как люди ели траву, описывается, как первый раз за всю историю, за всю мировую историю человечину начали заготавливать впрок, засаливая в бочках. Вот это был страшный момент для фактически всей цивилизации. Снесены вот то, что было областью центральной империи, Тартарии, так называемой, она была уничтожена полностью. То есть, кто там что-то ищет, не найдут ничего. Все покрыто волной и засыпано сверху грунтом. Все, что там может лежать, это на огромных глубинах. То есть, там погибло все. Плюс, то есть, земли сместилось, тогда не сильно, но перемещение было значительное. Начала появляться зима-лето. И вот с этого момента, фактически, с восстановления жизни после Борис Годунов, понятно мы знаем, умер. И тут начался, началась зарождение межпотопной цивилизации. Античная погибла. И межпотопная цивилизация, мы, как бы, относим ее начало, как раз таки, к воцарению в Москве Романовых. А теперь становится понятно, что большая часть населения, которые сейчас расселились по миру, выжила как раз на территории центральной, восточной, западной Европы. Потом они перезаселили опять Францию, потом они пошли на восток. Единственным моментом получается, единственный вопрос, что Северная Африка на тот момент пустыни не было после вот этой вот даже катастрофы. И там еще оставались очаги вот этого мятежного европейского мира, который быстро очень поднял голову и началось католическое наступление уже на Москву. Москва получилась буферной. За Москвой восточней образовалось такое государство, держава, как Московская Тартария, мы знаем ее как столица Тобольска. Там все равно климатические условия были достаточно другие, и вот она оставила прежний уклад своей жизни. Московский стол, он тоже был от нее зависен достаточно сильно, но Запад пер и начал он на Московском столе устраивать своих людей. То есть, скорее всего, Романовы это ставленники католиков. Вот они как раз-таки за крепостное право, за феодализм и все остальное. Они поставили Романовых тогда в противовес ведическим тартарским силам, но они еще оставались достаточно сильны, эти ведические тартарские силы, и они оказывали большое влияние на Московский стол, и там не сладко жилось с тем товарищам. Но тем временем в Западной, вообще в Европе противовес католикам образовались так называемые протестанты. это уже, они образовались конечно еще до потопа, еще в античный момент времени, после потопа они ударили спину католикам, и у них началась постоянная грызня. То есть протестанты это те, которые пропагандируют современный уклад нашей жизни. У нас сейчас фактически весь европейский уклад, это совершенно не католический уклад, это уклад протестантский. Это промышленный капитализм, это эксплуатация другого порядка, то есть не феодальная. По своей марксистской как бы степеням развития общества протестантская модель, она конечно же выше, чем феодальная, но по сравнению с бывшей тартарской это все как бы детский сад, потому что то, что описывал допустим Дыру Грук и Марко Фола вот по свидетельствам того же Кадыкчанского Андрея, что он написал, там было достаточно очень развитое общество и оно действительно было справедливым. Были всевозможные переходы, социальные лифты, чем-то напоминало такую может даже коммунистическую утопию с возможностью частной собственности. Вообще это был союз собственников. Все крестьяне это собственники. Вот из крестьян собирались различные виды управленцев и всего остального. А вот это общество, оно было обществом порыбощения. Ну, они так и перли. Что происходило дальше, вот этот межпотопный период? По моему мнению, Романовых фактически не осталось уже с Алексеем Михайловичем. То есть, был Михаил, которого поставили вместо подстриженного филарета, это все католические были движения, они там при Михаиле был тот же Никон, который устроил внутри церкви, видимо, в той ведической православной церкви был внутренний переворот, и она стала похожа на сегодняшнюю. То есть, переворот внутри был католический. И так, в принципе, и официальная история пишет, что там были католические силы задействованы, иезуиты там работали опять в архивах и всем остальным. Они заменили ведический пантеон богов на святую троицу. Но есть информация, что из различных источников, что Алексея Михайловича убили протестанта, которые там проросли своими корнями тоже в районе московского стола. И началась там длительная очень грызня. Я опять ее тезисно расскажу. Опять это связано с состоянием Степана Разина. Степан Разин это воевода вот этих сил находящихся в Поволжье. Там была самая большая плотность населения на тот момент. Был такой первый претендент на московский стол. Это Алексей Алексеевич Сибирский. Кстати, вот после смерти Алексея этого Михайловича он и занял бы стол, но там появились так называемые протестанты. И зашли реальные немцы, которые первое зверство в войну с Разином так называемую применили. То есть они там уничтожали практически всех жителей Нижегородской губернии. Эти немцы уничтожили. Это уже были протестанты. И что происходило в Москве? Были группы прокатоликов во главе так называемого Белославского. Это родной брат умершего Алексея Михайловича. На престол они провели Федора, а Федор скорее всего и попал в эти протестантские руки. Я сначала думал, что Федор был игрушкой, но на самом деле нет. Федор и расправился в оконцовке с Никоном, вызвав его в Москву после подстрижения, обещав вернуть ему управление церковью, и того убили по ходу. И второй момент, вот этот вот Федор, он собрал после разгрома якобы Степана Разина, они его убили, действительно, да, это все по Федору опять происходило, то есть обманом завладели, и перепугались, что Разин это был просто воеводок, а туда двинулись войска. Видимо, опять они, будучи друг друга родственниками, что-то порешали, и вот этот Федор объявляет свадьбу с Марфой Апраксиной, а Апраксины, скорее всего, это представители уже четко протестанцев, то это, скорее всего, это немцы. Так вот, как Голицын, это чистый испанец, итальянец или француз, в принципе, Голицын вот здесь на местный манер, это все были иностранцы, припавшиеся вокруг двора. В общем, была устроена кровавая свадьба. Приехали представители всей, все бояре родовитые, как раз такие вот с этих ведических провинций, и они все были на этой кровавой свадьбе убиты. Этого Федора с этой Апраксиной. Убиты они были протестантами. Ну, католики, конечно, тоже помогали в этой ситуации, и дальше началась уже странная такая эпопея. Я сейчас не буду вдаваться, вот у меня есть фильмы, называются «Петр Первый, кто же он?» Там эта гипотеза полностью расписана, от кровавой свадьбы до воцарения Петра. В общем, вкратце, что эти два католических протестантских клана уничтожили ведический клан, забрали Москву себе, московский стол, и начали делить сами власть. И ведический протестантский клан притащил туда выборного, даже не по роду власть передавалась, а притащили они туда того, кого мы знаем под именем Петра Первого, и второй, якобы, его брат Иван. И они были подстрижены на царство вдвоем. Но за Иваном стоял Милославский католики, а Петр вообще жил в немецкой слободе вместе со своей матерью, которую звали Софья Шерлотта. Это была сначала жена курфюрста Бранденбурга Фридриха Первого, либо Третьего, потом она в 1701 году была якобы коронована как королева Пруссии, и он как король Пруссии. То есть Петр I по моей гипотезе это просто второй сын. Первый сын так и остался королем Пруссии, дальше Фридрих Вильгельмом этого Фридриха первого же короля Пруссии, у которого жена Софья Шерлотта, а этот второй сын, о котором нету никакой информации. В дальнейшем, а потом они это все пририсовали, как Софья как будто сестра и все остальные моменты. Но это я все хорошо описал. В общем, протестантская партия в Москве побеждает. Они опять, как и Федора убили, видимо, католики, они так отомстили, убили того Ивана через войну, через восстание стрельцов, то есть поставили московский стол, а не Петра. Но Петр тут же начал себя под их влиянием вести так, как нужно и пошел на Азов. А все поволжские территории ему не подчинялись. Они же его не приняли, там убили всех представителей, тоже сибирское царство, которое, по моему предположению, столица Сибирс на Волге было, астраханское царство. Мы просто очень многих княжец не знаем. Вот Воронеж древний, а княжества нет у него. Воронежского княжества не было, или Липецкого княжества, или других, которых мы не знаем. То есть, это все было административно делено. В общем, по моему предположению, объединенные силы со спины прикрываемой Московской Тартарии Москву отбили. И там участвовала, кстати, и Османская империя, они тоже с юга подошли. И вышибли они оттуда во Петра. И то самое великое посольство Петра, это не что иное, как бегство его сторонников вместе с ним в Западную Европу. И куда он убежал? Он убежал как раз у нас к отцу к своему в Пруссию. А Пруссия себя представляла на тот момент Северную Польшу, область Бранденбург, бывшее Курфюрство, вот это вот все, что вокруг, ну, короче, восточную Германию. И нашу Калининградскую область с Кёнигсбергом, столицей. То есть, вот это была Пруссия, вновь созданная отцом Петра государство, так называемое, протестантское. И вот здесь вот пока с Петром решался вопрос, кем он будет, отец решал, Пётр успел и повоевать в колониях и воевал он как раз-таки у Бранденбурга, оказывается, были свои колонии, в Африке, опять же, в Карибском бассейне, так же, как у Голландии на тот момент, вернее, Пруссия, Бранденбург, она ничего не отличалась и там, и Голландии в колониальных своих движах. И Пётр там и воевал, никто его никуда не подменял, а потом отец его, а Москву взяли, то есть Москву действительно жестко взяли, часть сожгли, она попала в область уже влияния московской Тартарии. Потом она еще раз при Пугачеве перейдет под Российскую империю уже при Екатерине, потом ее опять вернут и до наполеоновских войн она и будет нейтральным государством. Но Москва и Питер, они по моей гипотезе до наполеоновских войн в одно государство не входили. Как появилась Российская империя? Отец Петра нашел ему занятие. Нашел ему небольшой город, который мы знаем сегодня как Кронштадт, он назывался на картах Петербург, и посадил его туда, присоединив к нему несколько территорий. То есть присоединил он к Урляндию, брошенные вот эти территории бывшего Гонзейского союза, так называемой торговой федерации, Генуэ, Гонзейский союз, то есть в ведическом мире существовала еще торговая федерация, еще раз повторюсь, как в звездных войнах. И вся Прибалтика фактически была эта торговая федерация, потому там очень тяжело. Про Швецию говорить и про все остальное, это Гонзейский союз. Он не имел границ и ничего вообще, кроме торговых взаимоотношений. так вот, отец Петра начал создавать ему свою империю. И первично каким-то образом он смог присоединить к ней современную Архангельскую область и Карелию, и Мурманскую область, Кольский полуостров. Ну и, соответственно, вот все до своей Калининградской области, вот эти территории Риги, Таллина, часть Литвы. Это была Петровская реально империя. И похоже, что в ее состав входила каким-то боком еще Воронежская область, через Новгородскую. Там он что-то пытался строить, справляться. Все остальные территории на восток ему не принадлежали. А сам город Санкт-Петербург после катастрофы только выходил из-под воды. И они, смотря в окна Кронштадта, смотрели на выходящий из-под воды Питер. Но потом случилось следующее. Петр опять про хронологические сдвиги. Вы уже поняли, что эпоха Ивана Грозного и Бориса Годунова это не конец и начало 16 века, это конец 17 и начало 18 веков. Вот тогда все и происходило. То есть сдвигайте все на 100 лет. Это про ситуацию катастрофы, то есть к чему привела. А вот в межпотопный период хронологический сдвиг, он чуть поменьше, но он тоже есть. То есть реальное время правления Петра это 40-е и 60-е годы 18 века. А не то, что он говорит, что он умер в 1725 году. Нет, это было все гораздо позже. То есть скорее всего приход к власти Екатерины это и есть смерть Петра. Кем Петр являлся Екатерине скорее всего мы еще долго не поймем, но власть передалась от него ей никакой Анны Иоанновны и Елизаветы там между ними не было. Они все были, только Елизавета получается у нас была скорее всего царицей, императрицей Московской Тартарии. Вот вся российская история сегодняшняя межпотопного этого периода это симбиоз двух историй Российской империи и Московской Тартарии. Есть очень интересная картинка где возрастная дама с подписью Екатерина Вторая жалко не могу показать но я в фильмах часто показываю мне эту фотографию Алексея Кунгуров прислал назвал эту фотографию литографию так называемую так вот там написано что императрица Екатерина Вторая на Пагихиде по императрице Елизавете Петровне Елизавета Петровна на момент своей смерти была намного старше Екатерины Второй которая была фактически еще молодой женой Петра Третьего если по официальной истории идти никакой императрицы Екатерина еще не была она была совсем молодой девочкой кажется у нее еще один ребенок был на тот момент Павел как раз таки а здесь мы видим двух равных императриц которые приехала Екатерина кстати в Москву какие-то сношения конечно были то есть не было там такой прямой вражды и похожи были взаимоотношения дипломатия все это было как сегодня то есть отношения Санкт-Петербурга и московской Тартарии и в описании Елизаветы очень хорошо показано что она любила русские наряды и ходила и жила практически в Москве в Петербурге ее мало кто видел это правильно потому что она и жила в Москве а уезжала она только в Тобольск где была основной город столичный а Москва вот у нее был специфический буферный статус будем еще в этом разбираться так вот Екатерина при ней был фактически расчистен в грязи Петербург при Петре он только начинал расчищаться и фактически большую часть зданий в Питере мы видим датированными якобы построенными в правлении Екатерины дальше Екатерина пошла свою империю российскую расширять и пошла на расширять ее в область современной Малороссии вот в момент первого периода правления Екатерины случилась еще видимо какая-то сильнейшая война которая отбросила московскую тартарию дальше на восток потому что по моей гипотезе черноземы все полосой восстанавливала московская тартария и начала она это делать фактически от Днепра до самой Сибири но не успела и вот скорее всего здесь надо очень сильно разбираться просто в погоне за чернозем битва за чернозем Екатериной заняла территорию Новороссии вот это черноземные полосы но фактически даже к Волге она не приблизилась дальше вот и в Сибири эта полоса уходит там видимо еще этим ей же построенным черноземом и пользовалась московская тартария но конфликт московской тартарии Российской империи разумеется он возник это мы знаем как конфликт в области Пугачева тогда скорее всего на какое-то время Пугачевского вот этого восстания видимо этой битвы за чернозем то есть реальных войн между двумя государствами Москву московская тартария на время потеряла Пугачева в ней якобы казнили но скорее всего и из этого следует логика Москва была опять отбита даже если Пугачев был действительно каким-то царем а царем он мог быть одним из 12 то есть оставалось еще 11 царей во главе со старшим во главе московским татарским царем они скорее всего отбили эту территорию опять московскую у российской империи на момент Екатерины оставались вот эти вот земли Малороссии нынешней Украины части Кубани опять вся территория на восток до Москвы и вот Екатерина тогда поучаствовала в разделе Польши и поделила ее очень успешно с Пруссией присоединив большую часть и в тот момент Германии еще как вы понимаете тогда не было но Германия вот эти немецкие земли протестантские это были самые основные силы управления всем тогдашним миром Германия курфюрсты Ганновера управляли напрямую тем чем мы называем сегодня Англией аж до королевы Виктории и кто не верит сами посмотрите действительно курфюрсты Ганновера управляли как самим Ганновером так и английской короной в общем примерно такая ситуация была до Екатерины что произошло дальше по моей реконструкции то есть мы вот эти события уже до конца 18 века кстати Миллер Шлется Рыбаер они переписывали историю под стать немецким вот этим всем движением дальше после смерти Екатерины а реально эта смерть произошла видимо у нас в период первых десятилетий уже кстати 19 века как ни странно потому что Наполеоновская война очень хорошо датируется я привел все эти хронологические сдвиги Наполеоновская война явно реально происходила в начале 30-х годов 19 века и вот все вот эти вот Павлы кстати Павел был прокатолический еще раз напомню что что такое католики это открытая организация есть открытые Ватиканы есть открытые рыцарские ордена мальтийские там рыцарские ордены еще многие рыцарские ордена а вот у протестантов они характеризуются закрытыми обществами у них даже священников таковых нету у них они как бы есть но священники это у них не профессия то есть кто управляет протестантами вопрос другой многие там вот Ватикане библиотеки а вы не знаете что у протестантов есть закрытых источников по крайней мере сегодня мир не католический мир сегодня протестантский а католики остались прижатыми вон там в Латинской Америке фактически их паства основная ну есть еще юг Италии и небольшая часть Франции но это не совсем развитые страны европейские а вот Европа это частейший протестантский уклад жизни и идеология на сегодняшний момент что такое протестантское многие конечно же поймут ну что дальше происходило то есть интересный был очень расклад как Российская империя выпала из Европейского союза так называемого протестантского то есть что такое наполеоновские воины это последняя попытка католиков вернуть себе власть над Европой и еще чем-то и Наполеон многим уже понятно что шел вместе с Александром на Московскую Тартарию и дальше хотел идти на восток а Москва была буферный город его надо было занять как ворота в Тартарию конечно надо было еще воевать и кто они были такие то есть Наполеон понятно что его биография стерта что он действительно не просто какой-то там корсиканский мелкий дворянинешка прорывавшийся из-за французской революции хотя может быть и так но по крайней мере на тот момент он возглавлял католический Евросоюз то есть выполнял прямые указания римского папы это всем понятно а Александр много очень информации о том что он попал в закрытые протестантские клубы то есть был заговор против его отца прокатолического который был с Наполеоном в нормальных отношениях преференцию от этого заговора получил Александр то есть был чем-то протестантом обязан и фактически у меня такое предположение что русские войска брали Москву с юга французы с западом зашли в Москву там были потери очень много вот у меня есть фильм про Тульский взрыв там очень хорошо показано как шло маневрирование войск в этот момент времени но в ходе взятия Москвы многие уже слышали что было опять применено какое-то оружие массового поражения в общем в Москве какая-то была точка поставлена были разбиты французские войска и у меня такое предположение что Московская Тартария дипломатически уже с Александром Первым договорилась и совместно с Александром Первым они погнали этот Киталический Евросоюз обратно и вот все те казаки которые присутствуют в смешных карикатурах как русские в Париже это скорее всего тартарские войска именно войска Московской Тартарии но это пока предположение будем дальше эту информацию собирать в общем они были изнаны в Европу все Московская Тартария там обосновалась и видимо уже пыталась начать в Европе наведение порядка и это было все 30-е годы 19-го века потом произошли какие-то интересные вещи что пришлось русским войскам вместе с тартарскими из Европы выйти и они действительно вышли потом был заговор где-то в 34-35-м году 1800 а не восстание декабристов 25-го года это было гораздо позже против Александра Александр скорее всего был ушел на территории Московской Тартарии и доживал там в виде скорее всего даже представителя первого ведического сословия либо варна в области волхва то есть роль его вообще достаточно интересна Александра Первого дальше пришел Николай который фактически продолжил продолжать эту как его назвать политику Александра Первого там начался небольшой технологический бунт под подъем всего что было в Российской империи совершенно на другом техническом укладе который у нас был в Московской Тартарии то есть оттуда Черепанова оттуда железные дороги и разность от этого технического уклада Советского Союза Российской империи и Западного он до сих пор виден по качеству изготовлению по отраслям промышленности то есть у нас немножко все другое техническое чем у них но смысл в том что кто-то начал очередную войну и опять применили видимо оружие массового поражения вот в тот момент мы это долго вычисляли кстати я первую эту дату вычислил когда-то мы с Алексеем Кунгуровым разговаривали у нас такой фильм был вместе совместный Тартария прерванный излет и я тогда высказал предположение по исторической активности что скорее всего эта война произошла то есть активная ее фаза с 1841 по 49 год и потом мы сейчас собрали очень много информации там у нас и Алексей же собрал что 1842 год Керн Ледника и Сергей Гнатенко городобой с 43 по 46 год ну тогда когда мы разговаривали с Алексеем и я попытался привязать вот эту историческую интерпретацию на меня очень многие напали зачем ты смешиваешь одно с тем ну теперь вот немножко эта гипотеза начала устаиваться то есть наполеоновская война попытка католического Евросоюза захватить ворота московскую тартарию отбита все загнанные обратно дипломатическая победа тартария вырывает российскую империю из европейского котла а тем самым в Европе происходит переворот то есть фактически московская тартария и Россия уничтожили там католиков но там проросли уже реальные протестанты и вот здесь начинается век Англии убирают немецких кюрфюрустов и приходит королева Виктория начинается век Англии и уже основная страна в мире это Англия в общем победа Англии над Германией тогда происходит финансов протестантов Англии с протестантами Германии католики они со сцены вошли они фактически все в оконцовке попали под протестантское влияние по крайней мере в Европе и дальше та война начинается уже протестантов с остатками Тартарии Московской начинается опять уничтожение городов бомбардировки которые опять же Алексей Кунгуров многократно находил уничтожены Екатерина Слав уничтожены города по Волжье это мы все прекрасно с вами видим как оно вкладывается конечно воронки не только от взрывов существуют есть и газовые воронки просто кто-то говорит вот есть воронки явно от взрыв есть воронки явно от прорыва газа есть от многих факторов то есть надо учитывать совершенно много качеств факторов которые происходили и каждый объект классифицировать а не так о ядерных взрывов быть не могло это все газ нет это не газ это одни ядерные взрывы накладывались все факторы одновременно и у каждого своя история но смысл в том что вот тогда московская тартария скорее всего и перестала существовать почему потому что опять большой кусок орбитального объекта упал у нас в районе Токламакара прочертив огромную пустыню современную а песок от нее полетел и как раз накрыл этот североамериканский континент североафриканский только тогда среди 19 века забросало Африку песком тогда появилось озеро Виктория от одного падения и вот тогда погибла фактически вся эта цветущая расцветающая территория южного и восточного средиземноморья но что было дальше дальше произошел какой-то раздел после тартарии гибели московской тартарии раздел мира между Англией и фактически Российской империей какие-то небольшие пирожки и кусочки получили и Франция как союзник новой Англии уже не враг уже ближайший союзник и дальше всегда будет Франция союзником Англии до этого воевали начинается передел мира опять немножко встают немецкие протестанты и создают государство Германия то есть вот этот период после сороковых годов 50-е 60-е 70-е годы 19-го века это полный перекрой всей ситуации в мире что касается восковской тартарии она полностью была захвачена не захвачена я думаю все-таки это была какая-то правопреемственность то есть Российская империя эту территорию подглебла под себя не отдав англичанам сделала скорее всего на это правильно а то скорее можно предположить что жители Сибири жили бы сейчас как индусы в Индии кто такие индусы в Индии это вообще непонятно ему непостижимо когда грязные какие-то люди странные если бы допустим видели как они трупы жгут на мраморных лестницах не ими построенными там где-нибудь в Бумбаи опять с домами похожими на питерские дома которые только все очень сильно захезаны то есть могло бы произойти и такое скорее всего Англия в Индии уничтожила большую часть белого населения но здесь как-то это все смогли присоединить скорее всего по причине того что вот этот удар который упал в Токламакан он опять вызвал огромную сейсмическую активность опять извратил все за Байкалия Алтай и опять там толком никто не жил жители Западной Сибири там оставались какие-то вот их смешали с пришлым таким же русским уже населением с востока и вот образовалась Российская империя в нынешних границах только в конце 60-х годов 19-го века и она оказалась правоприемницей Тартарии потом в этот период происходил основной период фальсификации исторической по всему миру уже в пользу англичан и оставшихся договорившихся между друг другом стран и вот эти страны они выработали вот этот новый контекст истории из которой Тартарию вообще изъяли полностью а конкретно в России произошло смешение истории Московской Тартарии с Российской империей по крайней мере за межпотопный период с начала 18-го века по середину 19-го античный период там он остался очень сильными обрывками некоторые события вот так Носовский Фоменко писал допустим на 100 лет отправлены а дубликат этого события на 1000 лет в историю то есть произошли слоеные такие переходы исторической науки что-то конечно же еще случилось у нас и в начале 20-го века но к этому мы только сейчас к изучению подходим опять Алексей Кунгуров привел этот керн ледника с Алтая где четко показывается по датировкам потоп 1842-43-го годов и показывается почему-то какая-то глобальная катастрофа в этом керне льда за 1908-й год интересная картина рисуется и как раз период начало 20-го века с революцией он очень непонятен и пока сказать опять все это тяжело многие люди пытаются это собрать и как-то разложить но пока ничего не получается много очень версий гуляет кто действительно что московскую тартарию победили только в 1922-м году и все поприсоединили может быть так и есть может быть население оно и оставалось общину так называемых беспоповцев до того периода времени но мы пока этот период только начинаем осмысливать что же происходило так же как и период до античной цивилизации вот те самые перуанские города из мегалитической вот этой кладки полигональные на котором кстати на их фундаменте построены дома античной цивилизации вот те были разрушены гораздо раньше вот Калтыпин допустим предполагает что это было там несколько десятков тысяч лет назад до 13 тысяч лет назад Алексей Кунгуров предполагает допустим что это могло случиться Рамаяна Махабхарта 4000 лет назад я пока я пока не могу сказать точно но все-таки я думаю что события Рамаяна Махабхарта это события как раз таки первого потопа 18-го 18-го веков а данных вообще вот истории обрезается даже что касается лет дальше мы ничего не видим мы видим только следы на поверхности вот многие ссылаются на веды говорят что Леля упала 111 тысяч лет назад Афата 13 тысяч лет назад но извините Насовский Фоменко сортировав всю историю сказал что письменных данных дальше 500 лет вообще не существует то есть они все подогнаны история была обрезана и история была античная обрезана какой-то период окончания этой античной истории плохой был взят а хороший период ее расцвета куда-то делся а сколько существовала эта античная цивилизация мы толком не знаем может она несколько тысяч лет существовала может быть несколько сот лет она существовала пока построили такие красивые города но как она образовалась кто ее организовывал кто собирал глобальный мир в тот момент вот у Клесова после дам Эрбинов и Ариев мы видим что сначала после расселения Эрбина начали теснить Ариев 1А1 на восток а потом было перезаселение 1А1 они захватили Эрбинские территории и починили Эрбина в себе вот эта борьба была в Европе что происходило там непонятно поэтому я и говорю что я рассматриваю период времени за последние 3-4 столетия и моя гипотеза она фактически основывается на работах Носовского Фоменко на их методологии только составлением двух потопов и переосмыслением кто из каких исторических фигур был в каком времени в античном в межпотопном или в современном вот интересный вопрос недавно я сделал фильм у меня получилось что Байрон и Пушкин они были как представителями межпотопной цивилизации так они дожили до современного мира пережив вот эту вот саму катастрофу то есть они существовали и в том и в том мире были одними из выживших и в гипотезе Фоменко Коносовского отсутствует допустим сведения о Тартарии они потом уже в последний момент начали об этом говорить первые произведения империи Руси они показывают это все под названием Орда они предположили что все-таки это военное было образование но не увидели что за ним скрывается целое государство и вообще глобальная федерация Орда это просто механизм этой глобальной империи и еще скажу в заключении своего разговора что такие сепаратистские движения которые происходили в Европе вот с этой вот с этим царством западным которое мы с вами рассматривали которое под католичным флагом начало процесс сепарации от метрополии такие же движения происходили и в Средней Азии там порядок Тамерлан наводил и на границе с Чайной как оно Харийское ханство там было такое по Гумилеву смесь там жили смесь чайнцев с нашими родами в принципе которые мы сейчас и видим там везде процесс смешения происходил с теми кто жил за стенами по каким-то причинам и произошел этот фактический вопрос и за по моему мнению из-за того что как опять же Кадыкчанский приводил и многие писали в Тартарии точка инфо о том что Чингисхан человек убил бога царя Ивана для того чтобы возглавить забрать у него власть и жениться на его дочери что там происходило тоже непонятно сам факт он опять взрывной то есть убивают Таса управляющего Тартарии который не передает власть а сам всегда и создает Чингисханство свой новый род тех самых кстати августов с этими трюлистниками лилиями вот здесь надо разбираться еще сильно то есть это скорее всего и разрушило моральные устои и управление самой Тартарии и началось это все с Акраин или Асии или Руси Алексей ну я наверное закончил свое свое выступление доклад хорошо доклад хорошо ну что ж тогда давай будем переходить плавненько ко второй части нашей сегодняшней встречи и после небольшой отбивки посмотрим какие вопросы и не только вопросы но и реплики появились в чате Народного Славянского Радио на сайте славрадио.орг и на нашем канале в ютубе youtube.com слэш славрадио Народное Славянское Радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части в ютубе